Всем привет! Меня зовут Юлия и вы упали на канал о Германии, путешествиях и о красоте. И сегодня наступило время пустых баночек, то есть то, что у меня закончилось. Сегодня вам все обязательно покажу и расскажу свой такой окончательный вердикт про эти средства. И давайте начнем по порядку. Первое. У меня закончился мой любимый шампунь от марки Balea Intensive Plego. Я вам рассказывала о нем уже в видео об уходе за волосами. Действительно крутое средство. Подходит для поврежденных волос и стоит буквально 80 центов. Эти средства очень часто раскуплены в FDM. Мне кажется, это показатель того, что они действительно хорошо работают. Здесь нет, кстати, силиконов. И они отлично пенятся, вымывают волосы. У меня еще есть ополаскатель из этой же линейки, но он у меня еще не закончился. Тоже отличное средство. В общем, если вы искали что-то бюджетное, то советую. В этой линейке есть шампунь, ополаскатель и маска. Маска тоже потрясающая. Советую. Классное средство. Также, что касается волос, у меня закончился вот такой вот ополаскиватель, который называется Cop Heart Balance от Balea Professional. Из этой же линейки также есть еще и шампунь, и, по-моему, маска. Стоит он сущие копейки. И он предназначен для чувствительной сухой кожи головы и для таких волос, которые принесли стресс, если можно так сказать. Но мне он очень понравился. Тоже видела в рекомендациях у какого-то блогера и решила попробовать. У меня очень чувствительная кожа головы. Она часто шелушится и появляются прям такие вот хлопья вот здесь особенно. Мне это средство очень хорошо помогало. После него, кстати, очень такие глянцевые волосы. То есть, они прям блестят, хорошо расчесываются. В общем, могу посоветовать. Классное средство. Следующее для волос у меня также закончились мои любимые шоцы от Pantene Pro V. Как я вам уже рассказывала, я очень люблю это средство. Здесь обычно три таких маленьких тюбика. Вот таких вот. Одного тюбика хватает на один раз. И это такое одноминутное восстановление. Я его обожаю. Я брала эти тюбики с собой в Чехию, когда мы ездили в отпуск совсем недавно. Как раз очень удобно брать с собой, так как они маленького размера. И после них волосы просто потрясающе выглядят. Действительно очень ухоженные, очень напитанные. Прям советую. Классная вещь. Также, что касается волос, меня часто спрашивают, как я крашу волосы, чем я крашу волосы, куда я хожу, чтобы покрасить волосы. Так вот, крашу я их сама. Если мне нужно покрасить только корни, то я делаю это сама. Если всю длину волос, то часто прошу подружку. И у меня есть вот такие вот два средства от марки Сьёс. Последние несколько раз я пользовалась вот такой вот краской для волос без аммиака. У меня это оттенок H-Blond, то есть это пепельный блондин. И получается вот такой вот оттенок, как у меня сейчас на волосах. Там присутствует такая небольшая серинка. Я не очень люблю такой эффект, но она как-то вот потом скрывается. И остается именно вот такой красивый холодный блонд. Я не люблю желтизну на волосах и всячески с ней борюсь. Поэтому эта краска мне очень нравится. И нравится то, что здесь, конечно же, нет аммиака. Так как после этой краски волосы не чувствуются такими какими-то сухими, поврежденными. Также, когда я крашу волосы, то прям в краску, в состав я добавляю вот такую вот сыворотку. Вот здесь она обычно вставлена. Она представлена и в магазине Rossmann DM, по-моему, и есть также и в Euroshop. Так что заглядывайте туда. Там она гораздо дешевле. Это от Sears Professional Colorist Tools. И вы добавляете, как я уже сказала, прям в краску, размешиваете, наносите на волосы. Эта сыворотка помогает волосам не ломаться, быть более напитанными, более ухоженными. Мне нравится. Я прям вижу от этого эффект. И всегда использую тогда, когда крашу волосы. Ну и заканчивая с волосами, у меня закончился мой текстурирующий спрей для волос от марки Taft, который назывался Casual Cheek. Мне он очень нравился. Я постоянно его использовала, прям весь такой заюзанный и весь такой уж заляпанный. Долго его использовала. Именно тогда, когда я делаю кудри. Наверное, вы часто видели вот эти вот у меня кудряшки, о которых меня тоже, кстати, частенько спрашивают, как я их делаю. И я их не закрепляю никогда обычным лаком для волос, а вот только таким текстурирующим. То есть он как-то их закрепляет, не склеивая. В то же время он придает текстуру локонам. Они дольше держатся. В общем, классное средство. Сейчас купила от Nivea. Попробую. Если понравится, то расскажу. Следующая у меня закончилась моя любимая пенка от Biore. Которая называется Bug Pulva. То есть здесь в составе есть сода. И эта пенка направлена на борьбу с прыщиками. Она очищает просто все до скрипа. Долго ей пользовалась. К сожалению, ее нет, по-моему, ни в DM, ни в Rossman. Но, может быть, она представлена в Мюллере. Насколько я знаю, в Biore, марка Biore есть в Мюллере. Также посмотрите в Action, либо в Thomas Philips. Вот в этих вот магазинах частенько бывают, привозят косметику от марки Biore. Я от нее в восторге. Очень мне нравится. Это уже моя вторая или третья баночка. И, конечно же, обязательно повторю, если найду где-то. Следующий закончился мой любимейший крем для ног. Просто его обожаю. От марки O'Keefes. For Healthy Fit называется. Я прям вымазала его до последней капельки. Это крем, который действительно работает. Если у вас сухая кожа ног, прям трещины или там прям аргавевшая такая кожа, то прям советую вам от всей души, попробуйте. Его можно заказать на iHerb. Также он представлен в Rossmann. В DM стоит в районе 7 евро, но он того стоит. После него ноги просто как у младенца пяточки. Я использую его обычно на ночь, так как он жирноват. На день он не подойдет. Следующий у меня закончился тоник от La Roche-Posay. Я заказывала его в аптеке. Он также продается в аптеках и в физических магазинах. И это успокаивающий тоник для лица, который я использую обычно с утра. Я очень люблю марку La Roche-Posay. У меня очень много средств от этой марки. И от всех я просто в восторге. Этот тоник не исключение. Он хорошо успокаивает кожу, убирает какие-то покраснения, бодрит ее с утра. В общем, этого тоника абсолютно достаточно на утро. То есть, когда вы встаете, вы протираете им лицо, затем наносите какие-то дальнейшие этапы ухода. И он отлично подготавливает кожу к дальнейшему вашему уходу. Советую. Хватило его надолго. Стоит он не очень дорого, я бы сказала. Следующий это энзимный пилинг с витамином С от марки CV. Здесь я отрезала. Хороший энзимный пилинг. Он такой одноразовый. То есть, это один пакетик на один раз. Эта марка сделана, кстати, в Германии. Она представлена только в магазине Müller. То есть, это их местная такая марка. Если вы хотели давно попробовать энзимный пилинг, но не хотели тратиться на большую упаковку, либо вы едете в отпуск куда-то или какую-то поездку, то отличный вариант. Я его как раз-таки брала в поездку. Использовала его там один раз. И как раз-таки вот отлично. Здесь нет микропластика. И здесь нет гранул таких сильных. То есть, вы не повредите вашу кожу. Отличное средство. Это просто порошок. Разбавляете его водой. И массирующими движениями убираете все омертвевшие клетки кожи. Также из магазина Müller я использовала вот такую вот маску, которая называется Mein Teybaumöl. Здесь есть в составе цинк. И это маска против прыщиков. Мне понравилась. Это марка Alkmen. До этого я не пробовала, так как редко бываю в Müller. А в этот раз была в Müller как раз-таки. И попробовала много средств из этого магазина. Она пахнет прям очень сильно маслом чайного дерева. Но мне нравится этот аромат. И масло чайного дерева отлично работает на моей коже. Оно очень хорошо успокаивает кожу. Убирает покраснения. Борется с прыщиками. Подсушивает их. Я очень люблю это средство. Поэтому маска мне тоже понравилась. Буквально вот сегодня вторую часть использовала. После него тон кожи ровный. У меня сейчас много покраснений вот на этом месте. И сейчас я с ними борюсь. И маска мне понравилась. Могу посоветовать. Недавно мы ездили в поездку. И в поездке я использовала две вот таких вот маски. От корейских производителей. От It's Skin и Misha. Больше всего мне понравилась маска с зеленым чаем от Misha. Мы гуляли. И весь день я находилась на солнце. С косметикой. И у меня были воспаления на лице. Я хотела как-то успокоить свою кожу. Привести ее в порядок. И я воспользовалась вот этой вот маской. Держала ее буквально минут 20. И кожа потом была очень напитанная. Очень ровный тон кожи. Я редко прям восхищаюсь тканевыми масками. Так как от тканевых масок я не ожидаю какого-то супер эффекта. Я ожидаю просто тонизирования. Может быть немножко увлажнения. И не более того. Но вот эта вот маска прям супер круто работает. Обязательно повторю. Купала эту маску в магазине Будни или Будниковске. В Берлине их не так много. Но у нас например вот есть в Штеглице рядом с нами. Мне кажется в Росмане и в Дэм не представлены какие-то корейские марки для тканевых масок. Но там вот их огромное кстати количество. Оттуда же маска от It's Skin с алоэ. Использовала ее буквально сегодня. Также отлично успокаивает кожу. С утра классно подходит. Когда вы встали, у вас какие-то есть отеки или покраснения. Вы хотите немножко взбодрить свою кожу. Я все маски держу в холодильнике. Поэтому они у меня всегда холодные. И с утра прям очень классно. Ну и вообще алоэ отлично действует на кожу. Ну и последнее. У меня закончились вот эти вот патчи от CosRX. Это также корейская марка. Заказывала их на iHerb. Но их также можно заказать онлайн в магазине DM. И это патчи на прыщики. Это патчи, которые работают на все 100%. То есть если у вас соскочил прыщик. И вот он у вас уже должен скоро взорваться, так сказать. То советую вам воспользоваться, например, вот такими вот патчами. Вы наклеиваете просто их на ночь. И на утро прыщик становится гораздо меньше. Либо совсем исчезает, если он был небольшой. Но вот буквально за несколько применений он совершенно уйдет. Если вы не хотите вмешиваться туда своими пальчиками, которые так и просят его выдавить, то боритесь вот таким образом. Это намного лучше. Не остается никаких следов. Он быстро проходит. Быстро все заживает. И в общем отличная вещь. Советую. Что же это были все пустые баночки на сегодня. Надеюсь вам было интересно и полезно. Если это так, то оставляйте ваши комментарии. Пишите, пользовались ли вы чем-то из того, что я вам показала. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного и полезного. Ну а я буду с вами прощаться на этом. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok